В Государственной Думе Российской Федерации начались дни Чувашии. Деловая программа открылась расширенным заседанием Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. В его работе приняли участие министры, депутаты Госсовета Чувашии, руководители предприятий и организации нашей республики. В Москве работает наша съемочная группа. Речь шла о расширении мер поддержки отечественных товаропроизводителей, о защите конкуренции, финансово-платежной дисциплине в контрактной системе, регулировании алкогольного рынка. По мнению промышленников, а в заседании участвовали руководители предприятий электротехнического кластера, машиностроения и переработки, сегодня у иностранных производителей немало преференций. Хотелось бы, чтобы российские законодатели активно включились в правовую работу и помогли нашим производителям. В создавшихся экономических условиях защита внутреннего рынка должна носить систематический характер. Отдельно шла речь о поддержке малого и среднего предпринимательства. Сегодня мы обсуждали, какие проблемы испытывает малый бизнес в своей деятельности. Как их решить? Это и по налогам различным, которые сегодня, и по банковским кредитам. Эти все вещи. Поэтому я тоже думаю, что если нас услышат, малым бизнесом станет легче жить в Республике и в Российской Федерации. Сегодня же начала свою работу и экспозиция, посвященная экономическому потенциалу Чуваши и ее истории и культуре. На выставке представлены работы чувашского художника Геннадия Фомерикова, национальные костюмы из музейных коллекций. Завтра в Госдуме пройдет презентация Чуваши, ожидается выступление главы Республики Михаила Игнатьева. Как всегда, мы расскажем об этом в информационной программе «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова